Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Я обожаю астромерии, и муж это знает, периодически дарит мне. Смотрите, какого цвета он нашел. Это цвет охры, необычный, не просто желтый. Обожаю вот эти вот крапинки, они такие трогательные. Оттенков у астромерии миллион. Они очень-очень долго стоят, поэтому они мне очень нравятся. К сожалению, они не имеют аромат, но точнее так, аромат травки свежей, и все. Вы задавали мне вопрос, делаю ли я собственного приготовления маски. Да, делаю. И вот, какую маску я люблю. Это желатин пищевой. Видите, я его замачиваю в воде, целую упаковку, и затем верхний слой воды сливаю, и оставляю вот именно такой густой-густой сам желатин. И, конечно же, куркума. Заказываю я хорошего качества на iHerb. Эти приправы я уже вам показывала, так что, да, я их использую не только для приготовления блюд. В чашку отливаю небольшое количество желатина, ну, примерно то, которое мне понадобится. Может быть, даже чуть и меньше. Добавляю туда примерно одну чайную ложку куркумы, и будем все смешивать. Думаю, что о полезных свойствах куркумы вы уже довольно много знаете. Она прекрасно убирает пигментные пятна. Но если, конечно же, использовать ее регулярно. Обычно такие маски делают со сметаной, но, однако, у меня свой метод. Поскольку кожа возрастная, 40+, я стараюсь использовать куркуму в контексте подтяжки. А желатин дает потрясающий эффект. Хотя, конечно же, и временный, но, тем не менее, если вам нужно куда-то на выход собраться, вы хотите сделать такой легкий лифтинг лица, вы можете использовать вот эту маску одновременно с куркумой, либо без нее просто нанести несколькими слоями на лицо желатин. Просто на чистой умытой личке. И после того, как вы смоете эту маску, вы увидите такой эффект, как будто бы у вас на лице силикон. Просто вот идеальная такая подтяжка кожи, хотя на лице ничего не останется. Использовать этот метод очень хорошо в качестве такой вот экстренной помощи своему лицу, когда уставшая кожа такая, безжизненная, цвет лица потерян. Ну и, конечно же, когда вы хотите сэкономить, нет такой возможности приобрести готовую уже маску, вы, в принципе, можете сделать и свою, для тех, кто любит вот такие вот домашние варианты масок. Привет! Привет! Это я. Так, сейчас немножко защитим от своих одежды, потому что у меня, видите, такое светлое платье. Вот куркумы все-таки, она красится, накинула в плотенчик такого цвета, которого не жалко, потому что на нем не будет так сильно видно. Убрала волосы полосочкой. И сейчас будем наносить просто вот такой вот кисточкой специально. У меня есть, я заказывала, кстати говоря, такие кисти, по-моему, за несколько рублей на Алиэкспресс, пока нам не закрыли наш аккаунт. Я вам рассказывала уже эту историю. Будьте, пожалуйста, аккуратны с Алиэкспресс. Многие спрашивали у меня, в комментариях я отвечала. Очень многие компании, которые торгуют на Алиэкспресс, имеют, ну, я так понимаю, либо родственников, либо это компания, которая открывала сама Алиэкспресс для дополнительного дохода. И у них прямой контакт. То есть, если они что-то кому-то не высылают, занимаются мошенничеством, они сообщают об этом и, в общем, аккаунт закрывают, чтобы люди просто не жаловались. У нас несколько таких вот было, к сожалению, покупок, которые нам вообще не прислали, либо прислали не то совершенно. То есть, более дешевую вещь, скажем, вы заказываете за 3 тысячи, ну, что-то там, не важно что, вам присылают за 300 рублей с похожей этикеткой. Ну, или, например, вы заказываете какой-то крем такой, недешевый, да, а вам присылают пробник этого крема с точно такой же этикеточкой наверху. То есть, он оформлен точно так же, но это пакетик одноразовый этого же крема. Вы начинаете жаловаться, открываете спор. Спор в итоге никак не хочет быть рассмотрен. Начинаются проблемы почему-то у вас. Вы почему-то по какой-то причине не можете отправить в доказательство фотографии, а потом выясняется, что вас просто отключили от сайта, от этого сайта, от возможности спорить, что-то доказывать, и все. И на самом деле мы заказывали больше даже не просто вещей каких-то, да, для себя с этого сайта, а мы заказывали мужа для работы. Там микросхемы кое-какие. Ну, то, что не делают либо в Европе, либо то, что очень дорого стоит, и все равно в итоге делается в Китае, а продается в Европе. Обиднее всего, что он пишет формулировку такую, что вы нарушали правила торговли или что-то там такое, что вы якобы мошенник. То есть не они мошенники, а вы. Что вы пытались из них какие-то деньги выколотить. Ну, в общем, все это не очень приятно, поэтому мы просто прекратили эту практику. Много денег потерять, так что будьте аккуратны. Это такой вот мой совет личный. Но у кого-то все нормально, и кому-то так просто везет. Возможно, вы не натыкаетесь на эти компании, просто которые связаны напрямую с Алиэкспресс, с менеджерским составом или с руководством, которое таким образом пытается заработать. Так, кстати говоря, вы знаете, в Китае сейчас организуется система большого брата. То есть такого общего наблюдения. Вы будете удивлены, ну, просто муж мой занимается... Нельзя говорить по подписке. Давали? Нет, нет, нельзя, не буду говорить. И в чем она заключается в Китае? Это обнародовали, что все действия китайцев, местных людей, все будут записаны в одну программу. И будет идентификация личности. Везде будет развешенная камера. Допустим, вы приобрели алкоголь после какого-то времени или вообще много приобретаете алкоголя. Вам где-то там в вашем личном деле ставится минусик. Вы приобрели памперсы, допустим, вам плюсик. Или там неважно что, в общем, что-то там по каким-то категориям делится. Собранные информации будут руководствоваться, ну, к примеру, банки при выдаче кредита. Например, вы приходите получать кредит, а вам говорят, а нет, ребята, мы вас видели, вы часто выпиваете, например, по ночам. И неважно, что вы покупали по, там, например, просьбе кого-то, кому-то на день рождения алкоголь, ну, к примеру. Ну, я, конечно, утрирую. Но вот таким вот образом. То есть будет полная-полная такая вот информация. Будут все друг друга закладывать. Прямо какие-то сталинские времена без обид, если кто-то очень любит Сталина. То есть вот представляете себе, любой человек может донести на соседа, и вся эта информация будет записываться, опять же, в его личное дело. В общем, какие-то такие немножечко страшноватые времена у них там наступают. Но, тем не менее, знаете, к чему я это все? Какая операционная система будет следить за всем этим и собирать все это информацию? Вы знаете? Нет? Ужас! Алиэкспресс! Представляете? Представляете, что будет? То есть главная система, которая поддерживает мошенничество на территории всего мира, представляете, торговое мошенничество, они будут следить за тем, чтобы собирать информацию о своих же соотечественниках. Я даже не представляю себе бедные китайцы, которые случайно купят вечером алкоголь. Маска очень пачкается, поэтому я не буду наносить на зону шельдекольте, хотя, конечно, это полезно. И поэтому, девочки, если у вас есть такая возможность, нанесите и сюда в том числе, потому что это, конечно, супер антивозрастный уход такой. Ну, вот в домашних условиях. Сейчас хочу показать вам, какой маринад я в последнее время люблю делать к куриным ножкам, крылышкам и так далее. Я беру оставшиеся от нашего заказа на дом от роллов вот такой вот имбирь. Собственно, нам нужен не сам имбирь, то есть не сам корень, а именно сок, который содержится вот в этой баночке. Немного соевого соуса. Вот эту приправу, она имеет такую остринку. Здесь перчик есть, очень вкусный. Приобретаю я такие приправные. Вот этой баночки месяцев пять, наверное, ребята, может быть, четыре. Представляете, как она экономно используется. Для того, чтобы получилась красивая курочка на курочке, я добавляю вот такой горчицы русской. Перемешиваем все. Накрываем пищевой пленкой, отправляем в холодильник где-то на час или два. Кто любит более соленые варианты, можете добавить еще соли. Далее запекаю в духовке при температуре 180 градусов до готовности. У всех духовки разные, поэтому о времени готовности не говорю вам. Кстати говоря, посмотрите, какую гору вешалок я собрала в собственном шкафчике с одеждой. Я была абсолютно удивлена, что мне не хватает вешалок. И я упорно их приобретала. Оказалось, что у меня почти каждая вещь висит на отдельной вешалке. То есть, если разобраться в одежде, то вот такое количество их появляется. Все, больше пока приобретать не будем. Все-таки чуть-чуть, видите, нанесла на шею, но потому что здесь уже застыло, ничего не капало. Настягивает лицо очень сильно эта маска, потому что желатин начинает высыхать. Минут через пять уже тяжело говорить даже. Вот я сейчас уже еле рот открываю, смеяться уже не могу. Под глаза не наносите ее, пожалуйста, потому что иначе вам очень сильно стянет кожу, будет дискомфортно. Все, и сейчас я жду еще минут примерно пять, не больше, пока курица там уже у меня запекается. Я ее заранее вам засняла, сейчас она уже печется. И пока маска еще застывает, я покажу вам витамины, которые я сейчас принимаю. Рот уже не открывается, ребята. Skin Nails and Hair. Вот такие вот витаминки я принимаю два-три раза в день. Вот три капсулы примерно в день сейчас у меня уходят. Я рассказываю уже вам о них. Посмотрите, пожалуйста, мои видео более подробные, для чего я их принимаю. Оставлю вам вот здесь вот ссылочку наверху. Для ногтей и волос я принимаю их. И 21 век. Это хондроэтин, глюкозамин. О рекомендации хирурга. Я их принимаю. Это для суставов. Очень хорошие витамины. Кто мучается, женщина в определенном уже возрасте, вот прям я очень советую вам начать их принимать. Такие же составы продаются у нас в России. Например, хондроксид. Есть такой, ну, бешено, дорогие, бешено. Здесь дешевле раз, наверное, в пять. Тоже на Ахерб. И для ускорения обмена веществ или аргинин принимаю буквально одну капсулку в день. Все. Сейчас принимаю витамины и буду снимать эту маску. Вот только так можно запить через трубочку. Смотрите, какой красивый цвет. А ну просто прелесть. Такое прям настроение поднимающее. Не знаю почему. Пришла к дочке, говорю, смотри, какая я красивая. Она говорит, не подходи. Пришла сейчас к мужу, говорю, смотри, какой цвет красивый. Он взял и лицо руками закрыл. Ну что такое. Сейчас я смыла маску теплой водой. Использую вот такие вот спонжики. Продаются они в фикс прайс, как вы видите, за 55 рублей. Целых три. Вот, смотрите, какое гладкое-гладкое такое лицо. Но должен оставаться вот такой вот желтоватый оттенок. Я буду использовать вот такой вот тоник от Белленда. Здесь есть кислоты, вы можете использовать абсолютно любой тоник. И протираю, видите, весь желтый цвет остается на дисках. Сейчас будет абсолютно чистылечко. Сейчас у меня огромный нос из-за того, что я фокус максимально приблизила. Сижу рядом с камерой, чтобы, во-первых, у меня было хорошо слышно. Потому что духовка немножечко шумит. Все-таки какой-то там вентилятор работает. Поэтому меня, может быть, не очень хорошо слышно. И я к вам поближе. Но зато вы качество кожи увидите. Все стирается, стирается, стирается. Мы еще и проскрабировали с помощью ватного диска. Если вы используете тоник с кислотами, то нет нужды очень сильно как-то надавливать на лицо, на кожу. Не нужно ничего тереть. Достаточно вот такого вот мягкого диска. Это будет уже скрабирование. Ну вот, видите, я все стерла желтого цвета. По-моему, больше никакого нет. Но у меня тут, знаете, желтый цвет, в принципе. Я сейчас покажу вам. Очень любит муж вот этот самый стиль. Art Deco. И второе у нас, видите, тут такой свисает с потолка. Для вечерних посиделок наших. Теперь я буду наносить крем. И сейчас покажу, чем я пользуюсь сейчас. В одном из видео я вам уже показывала. Это шоконад. Использую вот эти два средства. Один крем для лица. Крем-сыворотка с эффектом ботокса. Вот так он выглядит. Мне очень-очень нравится. Тут уже прям такое потрясающее дополнение вот к этой маске. Здесь активный компонент ботокса, ребят. Вот кто боится делать уколы какие-то, да, попробуйте. Вот это вам понравится. И под глаза буду использовать вот такую малышку. Она, кстати говоря, очень экономная. Такая вот сыворотка-крем с розой. Очень-очень мне нравится. Это все шоконад. Пользую я эти средства так, прям активно, довольно много. У меня кожа склонна к сухости, особенно вокруг глаз. Кожу я свою берегу. Я не хочу морщин. Я вижу у многих девочек морщины даже под глазами из-за того, что просто пересушена кожа. У кого прям вот такие вот складки, даже вот мне, например, чтобы у меня получились такие вот складочки, нужно прям очень сильно улыбаться. Только тогда у меня образуются какие-то лучики. И у многих девочек даже, когда они не улыбаются, это от пересушенности кожи. Обязательно выдайте им средства, которые увлажняют. Что-то с алоэ, тоники увлажняющие. Пусть они не пересушивают свою кожу. Так, теперь вот этот крем-сыворотку с эффектом ботокса наношу. Вы знаете, сейчас день. Я стараюсь успеть приготовить курочку для того, чтобы муж просто успел взять с собой что-то покушать. Потому что сегодня воскресенье, он все равно едет на работу, потому что у него сейчас такой большой проект. И поэтому, естественно, там ни столовая, ни кафе никакие не работает. Да, в общем, ему будет и некогда. Поэтому вот сейчас он вошел и крадется тихонечко. И, кстати говоря, отчего ты пугался? У тебя точно такой же цвет футболки, как у меня была маска. Зачем ты закрывал глаза и делал вид, что это очень-очень страшно? Я не понимаю. И куда ты полез? И что ты сейчас ешь? И я сейчас всей стране расскажу, что ты ешь, ты ешь. И он не хочет говорить, он не хочет показывать, что он ест. Кошмар! Он ест грудинку. Ужас, ужас, я тебя заложила. Теперь все знают. Между прочим, готовится вкусная курочка. И, между прочим... А, рис я забыла включить. Сейчас включу рис, к вам вернусь. С вами так, давайте продолжим с вами. Что я буду наносить под глаза? Сейчас у меня закончился крем под глаза мой. Я решила посмотреть по срокам годности, какой ближе вот этот в 2019 году заканчивается. Поэтому я открыла этот. Это крем от Елизавека. Это корейский производитель. Теперь смотрите, какая банища. Я купила его на iHerb. Вот такое у него название забавное. Тут непонятно кто. Спящее яйцо, что ли, какое-то. Очень удобно то, что здесь есть лопаточка. Это вообще, смотрите, огроменная банка крема. Это только под глаза. Вот так я просто наношу. Он такой гелевой текстуры. Он хорошо довольно впитывается. Ну, на мне, по крайней мере, на моей суховатой коже. Он не жирный вообще, этот крем. Я буду сейчас использовать его на день. Мне нравятся такие текстуры, знаете, да, гелевые на день, которые хорошо уходят под кожу. То есть, в принципе, я могу вот сейчас и даже на него, я так думаю, если хорошо он впитается, нанести тональное средство. Ну, там какой-то консилер. Тоже, как я уже говорила вам, я не все консилеры могу наносить. Если я что-то наношу, то это должно быть либо такое вот прям жирненькое что-то, либо то, что хорошо лежит не скатывается. Ну, я немножко покрасилась куркумой, ну, ничего страшного. Я наносила, да, вы видели, на зону шеи декольты прям такая, как будто влажная кожа, ну, вот такая напитанная. Мне нравится. Вот у шоконат такая интересная формула, что вроде бы крем весь уходит, а вот влага остается. Да, я вам говорила, вот такие я видела в люксе. Средства, знаете, какие уши сейды, но это, конечно, очень дорого, ребята. И если добавить в рис, смотрите, совсем немножко куркумы, получается очень красивый цвет. Ну, вот и все, наша курочка готова. Буду всех звать к столу. Огромное вам спасибо, ребята, что вы поддерживаете меня в комментариях и делитесь своим опытом. Спасибо большое, я очень это ценю. Не стесняйтесь, пожалуйста, сообщать темы, которые интересны лично вам. Ну, вот, например, это видео было как раз снято по вашей просьбе. Вы спрашивали у меня, использую ли я домашние маски. Да, использую, теперь вы знаете, какие. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!